И здесь, и там, и тут, и сям, и на такси, и на ресторан, комбайн, комод, помаду, вот. Повышенный кэшбэк баллами плюса в Яндекс.Пэй на категории, которую выберете. Всем большой привет! Мы начинаем новый влог. У Машульки тут небольшой перекус. После первого сна дневного мне приехала доставка. Сейчас вам покажу, что заказала. Кстати, у Маши очень простой перекус. Я заказывала в Кусвилл лепешку. Лепешки такие, у них хороший состав, нет ничего лишнего. Туда натираю сыр, ну, разный. И, в общем, она с удовольствием ест. Так, девочки, доставку оформляла в этот раз из Кусвилл. Покажу, что там чаще всего заказываю. Беру вот такую пшеничную лепешку, тортилью. У нее хороший состав. Здесь, смотрите, мука, вода, соль, масло подсолнечное и сода пищевая. Еще лимонная кислота. Поэтому вот Машульки такие перекусики делают. Дальше бананы. Ой. Дальше взяла бананы. Они у нас тоже в лед идут. Потом батат. Кстати, вот я еще приготовила. Показать вам это я заказывала на Озон. Моя любимая марка специи. Cape Herb and Spice. Взяла вот такой вот чили и чеснок. Очень вкусное. И вот эта вот соль. Здесь разные специи. Перец тоже просто обалденно вкусное. Понравились обе. Заказывала на Озон. Дальше во Вкусвилл заказала молоко. Беру вот это Пармалат, потому что оно хорошо взбивается вот в этом капучинаторе. Просто так молоко мы не пьем. И, допустим, когда беру молоко, у которого короткий срок годности, ну, там, дней 5, да, оно не все взбивается. То есть раз на раз не приходится. Честно, я не понимаю, от чего это зависит. Вроде бы я беру всегда одинаковый процент жирности. Но то взбивается, то нет. А если оно не взбивается, куда оно мне? Вот, поэтому я уже не рискую. Беру каждый раз вот это. Дальше, девочки, это просто мой рекомендацион. Это вот такой вот торт ежонок. Картошка. Внутри пирожная картошка. Первый раз взяли мы на 2 сентября попробовать его. Мне кажется, это новинка. Он такой вкусный. Вот здесь шоколадом покрыт молочным. В общем, обалденная картошка. Нам всем очень понравилось. Беру уже, наверное, второй раз его или в третий. Дальше, вот вкусвилл, моя любимая смесь салатная. Грасс называется. Роккола монгольд шпинат. Ну, обычный там зеленый салат. Он у нас растет. А вот такой нет. В общем, это моя любимая смесь. Просто в салаты, к тостам на завтрак. Обалденная. Дальше взяла бриошь. А дети любят тосты. Удобно уже все нарезано. Вкусное. В общем, готовлю им разные тосты. Потом, девочки, очень вкусный крекер. Хрустящий. Вот такой. Если не пробовали, обязательно попробуйте. Ну, прям вот самый-самый лучший из того, что я пробовала. Далее взяла манго. Всегда беру вкусвилл отборное. И оно всегда приходит идеального качества. Вот разрезаешь, ни пятнышек, ничего. Мягкое. Ну, супер. И даже, знаете, иногда я трогаю. Оно как будто бы мягкое такое. Думаю, сейчас буду писать службу поддержки, чтобы мне вернули деньги. Взрезаю. Оно просто идеальнейшее. Не знаю, как они этого добиваются, но нравится. Так, мужа взяла нарезку. Он у меня любит вот такую ветчину для тостов. И вот такую куриную тоже. Ну, вроде тоже составы приличные. И первый раз взяла попробовать вот такой филе бедра индейки по-домашнему. Вот, попробуем, посмотрим. Дальше взяла сыр гауда. Еще часто у них беру разные нарезки сыров. Достала из холодильника. Вот этот плавленый нравится. Тут гауда нарезанный. Моздан берем, пармезан. В общем, хорошее. Дальше взяла нерку слабосоленую на ломтике. Это свежий вылов. Вот. Буду пробовать. Тут сама солила. Что-то мы не съели ее до конца. Поэтому, думаю, не буду сама солить. Куплю готовое. И дальше. Я здесь не заказывала, кстати, девочки там рыбу, птицу, мясо. Ну, хотя, конечно, когда нужно, заказываю. Вот. Просто все есть. Поэтому так вот, знаете, разные-разные по мелочам. Все, Маша пошла. Вот у нас тут пони, блины. Вообще так вот выглядит сал. Нужно сейчас везде наводить порядок. Так, ну ладно. Давайте я вам дальше покажу. Зефир. Вот такой вот с ванилью. Очень-очень вкусный. Чего? Чего такое? Сейчас, сейчас пойдем. Куда пойдем? Сейчас пойдем. Производитель вот такой же. Так он делает под брендом Вкусвилл. Вот это кофейный завод имени Пастухова. Очень классный у них. Вот такие молочные десерты. Трубочки покажу. У меня в холодильнике лежат. Есть. В общем, взяла кофейный. И вот такой. Я с чашечкой кофе. В общем, я себе позволяю. Где-то раз в день половинку съедаю. Вот так вот. Потом сырки взяла первый раз. На них хорошие отзывы. Но вот захотелось попробовать. Такой вот десерт творожный. Это у меня Софийка любит. Ей взяла. И яйца куриные. Ну, я обещала вам показать трубочки. Вот такие трубочки. Они хрустящие. Ну, классные. Вот есть. Так. Это с сгущённой. Это с варёной сгущёнкой. А ещё есть белые. Я брала эти и те. Но у меня как-то вот больше вот такие едят. И вот такой десерт творожный. Знаете, а-ля там киндер молочный ломтик. Но состав гораздо лучше. Вот. Сейчас всё уберу. У меня прям в этой корзиночке в холодильнике лежит всё. В общем, такой, девочки, заказ. Ой. В принципе, овощи, фрукты. Я там заказываю с фруктов сейчас пока только виноград. Ну, что-то такое. Потому что овощи есть ещё свои. Вот. Ну, и мясо было. Поэтому. Вот такой заказ. Ну, а я сейчас буду заниматься глажкой. Стараюсь сейчас максимально упростить этот процесс. Домашнюю одежду. Всё. Стараюсь просто аккуратно развешивать. Что-то на плечиках сушу. Да, что-то просто аккуратно развешиваю. Что-то в сушильной машине. И сразу складываю. Чтобы меньше времени тратить на глажку. Глажу я сейчас в основном только вот одежду такую, знаете, там, детские блузы. То, в чём мы ходим в город. Ну, не домашнюю одежду. Если это Софикины какие-то вещи. Ой, Софикины, Машулькины вещи. То домашняя, соответственно, одежда. Это какие-то боди, кофточки, где есть рюши. Ну, в общем, что нужно прогладить. Вот. Ну, и постельное бельё. Тоже это какой-то мой пунктик. Я не могу сложить неглаженное постельное бельё. Ну, конечно, могу. Но вот, понимаете, это просто будет сидеть во мне, что там комплект не поглажен. Это, знаете, мои личные какие-то тараканы, от которых я пока не могу избавиться. То есть, вот я не могу повесить на вешалке, там, не знаю, в гардеробной одежду, чтобы она была вот не отглаженная, не отпаренная, чтобы там какие-то заломы были. Вот, там, домашнюю одежду без проблем. В комод, в шкаф убрать. Вот у меня в органайзерах, да, хранится. А здесь просто какой-то пунктик. Кстати, я пробовала гладить комплект постельного белья прямо на кровати. Делилась с вами в роликах. И мне тогда стали писать, что, Катя, вы испортите матрас, так нельзя делать. Хотя это было очень удобно. Вот, но прислушалась к советам и перестала так делать. Ну, а вообще процесс гладки я люблю. То есть, мне нравилось раньше, до рождения Машольки, когда и девочки уже подросли, включить сериальчик какой-нибудь. И под это дело я могла спокойно час гладить. Сейчас, конечно, это уже роскошство непозволительное, непозволительная роскошь. Я не могу при Маше гладить белье, потому что у парогенератора вот горячий этот шланг, плюс конденсат капает, тоже горячий. Поэтому, ну, с ней это делать невозможно. Поэтому, как вам и сказала, максимально сейчас минимизирую глажку свою. И делаю это не каждый день. То есть, вот что-то за несколько дней накоплю, да, какие-то футболки, какие-то детские блузки, ну, что-то такое, да, и глажу все вместе. Девочки, а еще у меня сегодня в планах подогнуть платье из лайм. Ему уже два года. И оно мне, ну, длинное было очень. Мне хотелось подогнуть его. И, представляете, у меня только дошли руки. Ну, как вот я собралась, я уже сказала Кать, но это уже просто неприлично. Сколько можно? Оно просто так висит, хотя оно очень красивое, мне нравится. У него красивый такой жемчужный оттенок. Я планирую носить его этой осенью с каким-нибудь свитерами. У меня свитер есть, паутинка красивый. Вот. Сейчас буду подгибать. Я не знаю, правильно я это делаю или нет. Я, знаете, замеряю все сантиметром. Длину отмеряю по каждому шовчику, посередине, черчу линию. Потом утюжу, чтобы была складочка. И дальше вот на липкую ленту, которая от воздействия температуры превращается в клей, я вот так вот подгибаю, ну и дальше срезаю все лишнее. Если вы меня спросите, Катя, почему ты просто не отдашь все в ателье, я год назад собрала пакет с одеждой, будете смеяться, там разные брюки у меня, джинсы. В общем, то, что нужно подогнуть. В итоге у меня все это пролежало. Сейчас они мне велики в объеме. Я так не подогнула. Ну почему? Потому что, видимо, находились более важные дела какие-то. Вот. И я уже решила, думаю, ну сама вот таким образом подогнула. Потому что непорядок. Вещи лежат, и я даже ими не пользуюсь. Вот так. Такое, девочки, чисто сердечное признание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дети сегодня попросили на завтрак. Очень простой, быстрый и вкусный завтрак. Шоколадные шарики. Я беру шоколадные шарики Любятова. Заливаю их йогуртом. У меня дети не очень любят молоко. И, в принципе, вкусный завтрак у нас уже готов. Мне нравится состав этих завтраков. Ведь они приготовлены из высококачественных ингредиентов. Хоть завтрак и быстрый, но очень сытный. Детям его хватает до обеда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А еще будет чай с печеньем. Печенье тоже, кстати, любят его. Обратите внимание. Нам нравится такой домашний с шоколадом. Кстати, Любятова совместно с Магнит и Дикси проводит акцию. Приключения в ритме миллионов сердец. Главный приз путешествия для семьи. Для этого нужно купить продукции Любятова. Срок акции со 2 по 29 сентября. Но очейки принимаются за покупки с 19 августа. Ну вот такой быстрый и вкусный завтрак, приготовленный с любовью, у нас с вами получился. Дети довольны и сыты. Могут отправляться в школу. Дети довольны и выделяем её китайки. Их и отменяем урожей. А вот закрыт, чтобы был ухт. Снова theoretical Их и юбкfire Понимаете, لب доллар деться вдаль в апреки? Это вот такой простой б Comic, Субтитры сделал DimaTorzok Дорогие, покажу как сейчас у нас здесь все организовано в комодике у Машеньки Плюс спрашивайте, где покупаю детскую одежду, тоже сейчас вам расскажу, покажу Мы уже в хранении перешли на такой осенне-зимний режим, скажем так Смотрите, значит, как здесь у меня организованы все Вот эти контейнеры, это Ikea серия Scoop Здесь у меня хранятся разные штанишки По степени теплости они сортированы Здесь идут такие леггинсы Это Zara, они хлопковые, но плотненькие, толстые Вот, у меня здесь их три штучки разного цвета Дальше идут вот такие вязаные штанишки Но они тоже хлопковые, мягкие, тепленькие То есть, ну, вот не на летнюю погоду На прохладный летний вечер Ну, вот, либо сейчас на такое межсезонье С колготками вообще супер Дальше идут уже штанишки потеплее Это Lunknitz Я заказывала либо на Valberis, либо на Zon, не помню И вот такие штанишки спортивные Они пока тоже не утепленные, без начеса Просто спортивные штанишки заказывала на Valberis Дальше у нас здесь лежит комплект флисовой штанишки и кофточка Вот, и здесь комплект заказывала я на Valberis Он мне не очень понравился Это вот такой свитер Мне очень понравился по качеству И вот такие вот штанишки Но обычно, знаете, почему, кстати, не сдала Потому что вот как назло потерялся вот этот пакетик Которым пришло, чтобы сделать возврат Поэтому пришлось оставить Но одежда, которая мне меньше всего нравится Я, допустим, вот так вот заказывала Next наборами, еще что-то Я ее обычно использую как запасную одежду Она всегда у нас лежит либо в сумке прогулочной Либо в машине Вот, этот комплект постигнет та же самая участь На смену будет храниться Следующий отсек это разные кофточки и свитера Вот к этим леггинсам В основном здесь кофты Zara Потом вот такой вот симпатичненький свитер Это Sin Вот такой белый вязаный свитерочек Это у нас Re сейчас, да, называется Ловший резерст Здесь у меня кофточка Next И вон там на вырост я покупала костюмчик Это Zara Я думаю, мы к нему уже к весне подрастем Вот, потому что машулька у меня миниатюрная Ну и здесь хранятся разные шапочки, шарфики По степени тепла отличаются Есть и совсем тоненькие И потеплее Я вам уже показывала Вот, например, Mimi Love Вот такая шапочка и шарфик Потом мне очень нравятся у нас такие чепчики Лумкниц Вот разные есть в разных оттенках У меня ребенок, Машулька, в общем, вот такие шапочки Снимает без завязочек Поэтому у нас есть и такие, и с завязками И покажу вам вот этот отсек Здесь хранится домашняя одежда Ну и вот летние костюмчики Как у меня здесь все хранится Я предпочитаю хранить комплектами одежду То есть даже если они продавались не комплектами Все равно я создаю комплекты Чтобы сразу можно было взять Либо там, допустим, бодик и штанишки Вот видите, все вот так у меня лежит Либо там футболочку и шортики Там кофточку и штанишки То есть сразу раз, достала и все Так, здесь у нас хранятся боди с коротким рукавом Белые обычные самые И песочники То есть к ним комплекты не требуется Здесь хранится одежда такая городская, скажем так Красивые разные боди, комплектики Здесь у нас несколько слипов Вот, но они нам уже практически впритык Я оставила тут на всякий случай Если вдруг будет прохладная ночь А так нужно заказывать Ну и тут вот несколько штанишек у нас Значит, здесь комплекты шорты, футболки Штаны, кофты с длинным рукавом Здесь комплекты боди разные Или с коротким, или с длинным рукавом И леггинсы Ну и здесь вот аналогичным образом Здесь все из магазина у меня Син, либо Некст Вот, ну и тут у нас колготочки И носочки Вот таким образом все организовано Ну и в нижнем ящике Здесь у нас хранится верхняя одежда Разные курточки Вот еще не хватает Мы ходили гулять Такая она, как я не знаю Как плащик у нее, тоненькая курточка Здесь лежит Здесь костюмчик уже такой Из софт-шелл, когда попрохладнее будем гулять И вот такой комбинезон Точнее не костюмчик, а комбинезон И комбинезон флисовый Ну и здесь несколько пеленок на всякий случай лежит Хотя мы ими не пользуемся Пледики И вот сменная натяжная простынь Для ее кроватки Которая она не спит У меня как раз две простыни Одна застелена, другая лежит на смену Но хотим переучать Хотим переучать К своей кроватке Приучать Девочки, ну и здесь вот я разобрала Одежду, пеленки В общем, все то, что мало И верхняя одежда Тут и шапки И разные костюмчики, бодики Я все отдаю в добрые руки Я отвожу в один центр Вот, поэтому девчата я не продаю Никуда не отправляю Вот, я жизнь себе не усложняю Отдаю игрушки От девочек я все это отдавала И здесь аналогичные Все в один центр Смотрите, какая нам пришла чудесная посылка От издательства Росмен Сейчас Софика все распакует и покажет вам Нам пришли книжные новиночки Это книги для детей про Миру и Гошу Просто о важном У нас здесь рассказы и комиксы Автор этой чудесной серии Наталья Ремеш Книги яркие, увлекательные, красочные Есть формат комиксов Мне кажется, идеальный формат для тех, кто не очень любит читать Но вместе с тем Книги максимально жизненные и поучительные Я думаю, они пригодятся абсолютно в каждой семье Книги 5 историй Каждый из которых отражает разные жизненные ситуации Сложности, с которыми сталкиваются наши детки В ходе их взросления Например, что делать, если тебя обижают Как справляться со злостью Почему плакать совсем не стыдно И много-много других историй Но о комментарии психолога Каждой истории помогут вам вместе с ребенком Разобрать проблему Проговорить важный момент И обсудить, как действовать в сложившейся ситуации У меня, например, Софию Эти книги увлекли сразу же Как только она распаковала Она усела из кресла и стала читать И я вижу, что ее затянуло Я очень вам рекомендую обратить внимание На серию книг про Миру и Гошу Просто о важном Ну а более подробно Ознакомиться с самой серией С содержанием И заказать книжечки Можно по ссылке в описании Это работенка Которую я себе тут накопила Здесь разные документы Которые мне нужно разобрать Разложить все по категориям Хранится у меня все это Вот в таком кейсе В таком коробе Вот тут, кстати, сейчас сфокусирую Виден бренд, называется Leitz Вот, это короб для подвесных папок Очень удобный Есть такие металлические ручки Вообще она крепкая Вот, видите Здесь разные подвесные папки Я их покупала отдельно Потому что у самого бренда Папки дорогие Ну и, собственно говоря Зачем переплачивать Они у меня здесь просто Отсортированы по категориям И подписаны Сейчас я покажу С какой стороны они подписаны А, ну вот, видите Тут, допустим, медицина О том, что Важные документы Договора дети Ну, в общем В таком духе все Чтоб удобно было пользоваться Там рабочие документы И внутри уже либо папки Либо разные сгруппированные файлы Вот, и сейчас мне Необходимо будет просто Отсортировать по категориям Ну и, знаете, так же удобно Допустим, вот есть папочка Автомобиль Если куда-то едем И что-то нужно Можно прям вот взять Взять все Вот, видите, подобная папка Мы ее забирали полностью Сейчас я ее просто верну на место Ну и какие-то документы То, что поступает То, что достаю Я тоже сейчас все это разложу аккуратно Заказывала я ее на Азон Вот она тут немножко, видите, у нас порвалась Но это не из-за того, что она тут что-то не выдерживает Я думаю, это просто от аккуратного использования Может быть, кто-то дернул Вот, а так удобно Все документы в одном месте У меня, кстати, что-то подобное Какие-то подобные папки подвесные Были из Икеи Но не какие-то пластиковые Такого оранжевого цвета И чтобы хранить Там нужен специальный балкомод Икеевский у меня его не было Поэтому вот такая система Очень здорово Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ну что дорогие сейчас буду показывать вам как продвигается у нас ремонтные дела как видите у нас тут появились куча песка потому что мы сейчас делаем отмостку ну а также нам сделали гидроизоляцию фундамента утеплили и в общем делают пирог этот отмостку поэтому сначала вот эту часть фундамента откапывали наплавляли гидроизоляцию потом этот изобокс приклеивали и засыпали там засыпали сейчас подойдем покажу и теперь делают две другие стороны вот там тоже все откопали вот так это все сейчас выглядит подниматься будет ну вот до этого уровня потом здесь будет еще песок бетон брусчатку укладывается вот так то есть вот этой части не будет видно так ну что буду вам показывать потихоньку здесь уже все внутри посмотрите стены белые здесь уже нанесено покрытие что это шпаклевка штукатурка его нанесли затерли сейчас клеит стеклохолст потом опять будут наносить вот эту вот шпаклевку да наверное шкурить грунтовать и подготавливать уже к нанесению краски к окрашиванию но вот например здесь все где у нас гардеробный за мебелью вот такая будет степень готовности то есть там уже стеклохолст не будут клеить то есть вот ровные стены белые и достаточно не помню показывала вам или нет здесь в санузле на первом этаже нам уже собрали короб под инсталляцию и здесь вот вывод под гигиенический душ здесь будет раковина в общем а готовить сейчас санузлы к тому чтобы укладывать плитку здесь в принципе все без изменений вот конечно долго времени занимает подготовка стен все удовольствие это еще то затратные стены под покраску но тем не менее вот уже первый слой сделали сейчас клеить стеклохолст вот так дальше девочки здесь мы будем делать из гипсокартона собирать остров как раз приходили с мужем его чертили у нас он по моему два с половиной метра на метр десять какой-то такой размер вот высчитывали здесь чтобы проходы были удобные что все было удобно чтобы ящики открывались в общем перемиряли еще пересчитывали помимо дизайн-проекта все на месте вот нарисовали и здесь нам уже будут делать гипсокартонную конструкцию и в этом гипсокартонной конструкции мы уже будем кухонные ящики вставлять на острове у нас не будет ни раковины и не плиты ничего то есть там чистой поверхность будут и здесь будут стоять полубарные стулья вот поэтому расчертили чтобы рабочие могли уже взять это дело процесс далее сейчас от ближайший план как раз сегодня муж встречался нам должен начать зашивать лестницу вот здесь будет все зашито вот этого часть связи с этим у нас тут приезжали обрезали вот видите бетон подрезали и будут делать перегородку уже в цоколе ну вот это пространство тоже все будет закрыто и внизу будут здесь лестницу зашивать вот ну естественно ступени стеклянное ограждение это буду буду делать в самую последнюю очередь но потому что же чистовое покрытие вот так эту стену нам еще пока не отделывали отделывать не будут потому что здесь у нас идет широкоформатные керамогранит они написали что плитка поэтому ее не трогают также девочки мы заказали плитку уже оплатили на первый этаж на на пол нас плитка идет вот вот посюда видно да вот этот вот границы разный уровень разное напольное покрытие будет идет значит вот здесь она уходит постирочную все одного цвета и сюда уходит плитка но все это пространство все в одной плитке будет и также заказали плитку на этот санузел вот оплатили сейчас процессе заказы плитки на второй этаж процессе выбора так ну и здесь мы в принципе нашли вариант который нам нравится широкоформатного керамогранита тоже будем сюда наверное заказывать ближайшее время так давайте идем дальше смотри тоже хорошо будет так а 3 мы можем взять вот эти вот сейчас пройдемся с вами по лестнице вот эту тоже часть здесь сейчас вам покажу сделали она была не отделана у нас еще пока когда его предыдущий раз показывал сейчас я сделаю так смотрите здесь тоже сделали все белым цветом вот это детские комнаты какие здесь изменения помимо того здесь уже начали оклейку стеклохолстом дальше нам сделали короба под карниз у нас везде идет потолочный карниз поэтому вот и где будет мебель корпусная там нужно было сделать здесь вот ниши эти короба вот их смонтировали тоже вот шпаклевали штукатурили скажите я не помню как правильно в общем тоже все подготовили ну что здесь девочки то есть вот закончить стены пол и потолок так также нам установили как они называются господи скажите мне подоконники сейчас я тут вот аккуратненько отклею покажу вам не получится у меня сделать нет оттенок так вот такие вот они цвет конечно но не передается нормально потому что видите здесь все заклеено и нормально вам не покажешь это вообще не то ну смотри дуб отличается то есть вот видишь тут какие уясни про свой кирит а вот у дуба он более такой видишь что-то хорист вот это прям вот этот хороший беленый дуб вот это вот вот прям хорошо вот я по-моему снимала салоне я вставлю вам эти кадры вот установили тут на днях и все все закрыли так ну что это детское зеркальное то же самое здесь установили этот короб настолько на втором этаже как они подоконники поэтому вот в этих детских то же самое здесь вот видимо они нарезали уже стеклохолст вот здесь пойдет встроенный шкаф у детей но они идентичные практически то есть тут будет комод шкаф рабочая зона и сюда все это будет переходить в рабочий стоп вот так давайте двигаемся дальше здесь у нас встраиваемый стену светильники такая декоративная ночная подсветка будет здесь тоже они уже все аккуратненько сделали так и идемте в санузел это детский санузел здесь тоже вот собирает гипсокартон и конструкции готовит к монтажу плитки значит душевая здесь сделали ниши здесь потому что будет раковина у них ой раковина ванна вот ниша так что еще и здесь у них будет раковина двойная и вот здесь я сам покажу сюда вот видимо убрали какой-то инструмент чтоб не мешалось потому что маляр еще работает и здесь монтирует нишу под шкаф потому что здесь все будет мдф шкафом мдф потому что здесь будет шкаф из мдф я уже заговариваюсь девочки здесь у нас будет не плитка здесь будет шкаф из мдф вот и пойдемте уже в нашу спальню покажу вам но здесь аналогичным образом под потолочный карниз сделали нишу потому что здесь у нас по проекту предполагается рабочее место здесь должен быть стол здесь пойдут шкафы такие вы знаете не глубокий сантиметров 30-40 ну вот вот до конца этого короба но пока пока здесь будет машина кроватка стоять комодик ну что то такое пока ее комната будет готовиться кстати спрашивайте почему мы не делаем сейчас потому что девочки это все затраты очень большие ну вот логичнее нам вложить их сюда потому что на маша год какая отдельная еще комната и пока то есть нам хочется больше денег вложить сейчас в чистовую отделку уже потом заниматься ее комнатой так наши спальни тоже все белое чистое подоконники тоже установили вот они у нас 23 пардон 3 подрозетники все поставлено так ну и здесь здесь у нас сломали перегородку она была из кирпича все тоже заделали уже дальше в гардеробной выставили здесь перегородку то есть сюда встает у нас шкаф по этой стороне он пойдет узкие 40 сантиметров вот здесь уже будет более глубокий 60 сантиметров и там 60 для вешалок так здесь тоже видите собрали короб тоже потому что будет крепиться карниз он у нас вообще по всему потолку пойдет просто где корпусная мебель там вот это делали короба и наш санузел здесь тоже все подготовили к монтажу плитки здесь у нас будет раковина душевая здесь из стекла все будет перегородки поэтому ничего не делали у нас вот здесь ванна и также собрали вот эту вот нишу мдф шкаф будет здесь все будет отдел на мдф он же там какой-то бывает в эмали еще что то девочки я пока в этот мир корпусной мебели только начинаем погружаться изучать все это ну в общем у нас здесь плитки не будет здесь будут мдф панели да я насколько я помню правильно называю материал вот все здесь нам подоконник не делали потому что он будет ну либо из керамогранита который в ванной комнате или посмотрим из чего мы будем раковину делать если будет какая-то отдельная столешница с камнем возможно этот камень пойдет сюда пока мы пока вообще мы к этому вопросу не подошли окон все откосы тоже сделано вот как то так тут вот кстати нам еще наращивали под подоконники вот видите здесь что-то отбивали будут переделывать это еще все это будут доделывать все конечно это требует времени потому что площадь не маленькая вот стены подготовить абсолютно везде под покраску оказалось занятие такое трудозатратные и но и вообще как бы не бюджетные а поклеить обои гораздо дешевле вот как выяснилось но ничего мы движемся к своей цели девочки потихоньку потихоньку работаем нам тут еще приходили считали потолки трек системы на должны должны вернуться вот потихоньку маленькими шагами ничего не загадывая когда и что продолжаем двигаться к своей цели девочки вот потихоньку работаем зона вокруг дома тоже эти отмозку делаем хотим немножко благоустроитель уже хочет чтобы вокруг было тоже чисто все вот неудобно знаете что заклеен везде окна свет абсолютно не соответствует действительности какие-то материалы привозим образцы приходится снимать чтобы просто посмотреть как она выглядит вот как-то вот так вот все что девочки вам все показала вот ждем плиточку почему ждем все дальше будет интереснее но такой вот этап черновой работы его тоже как говорится из песни слов не выкинешь вот это тоже все нужно все девочки пошла я вот так все это будем девочки поднимать сейчас на улицу вышла еще раз вам покажу это будет подниматься выравниваться до земли грунта еще нужно много так а это вот то что горы здесь образовались этот выкапывали вдоль фасады ну вот она здесь пока лежит